Добрый день, я Бурева Наталья Алексеевна, учитель Агентской средней общеобразовательной школы номер 2 Саянского района и я представляю вашему вниманию методическое объединение по теме приема социо-игровой технологии. Придя в 2006 году работать в школу, я, как, наверное, любой молодой педагог, столкнулась с рядом вопросов. Во-первых, как построить эффективно образовательный процесс, если я одна, а детей в классе, к примеру, 20? Как учесть возможности и потребности каждого из этих 20? Возможно ли удержать внимание на протяжении всего урока? И, наконец, как сбалансировать свое учительское надо и детское хочу, которое иногда идет в разрез? Тогда мне пришла на помощь социо-игровая технология. Время идет, и сегодня я уже не молодой специалист, но вопросов меньше не становится. Как большинству моих коллег, которые сегодня представляли свой методический опыт и вчера, я стою сегодня перед рядом вопросов, связанных с внедрением новых образовательных стандартов. В частности, как перейти от традиционного монологического типа взаимодействия с детьми к диалогическому? Во-вторых, если переходим на новый тип взаимодействия, соответственно, возрастает степень внутренней свободы ученика, и этот факт нужно как-то учитывать в своей деятельности. Ну и в-третьих, поскольку оценка как основной способ мотивации уходит в прошлое, значит, нужно искать новые пути мотивации. Новые способы, простите, мотивации. И часть ответов на эти вопросы мне вновь помогла найти социоигровая технология. Что же она представляет собой? Она, в ее основе лежит социоигровая концепция. Это одна из ведущих концепций, концепций в настоящее время существующих в театральной педагогике. Ее авторы Александра Петровна Ершова и Вячеслав Михайлович Букатов говорят о необходимости смены деятельности на уроке, поскольку мы видим на протяжении ряда лет одну и ту же картину. Учитель, стоящий у доски, и дети, сидящие за партами и смотрящие друг к другу в затылок. Можно ли построить эффективно процесс образования, если участники образовательного процесса расположены таким образом? И авторы призывают, смените, наконец, мизансцену. И в качестве альтернативного варианта предлагают, собственно, социоигровую технологию. Вектор интереса театра всегда был направлен на изучение человеческих взаимоотношений и взаимодействия человека и мира. В этом случае мы говорим о том, что вектор интереса театра и вектор образовательный совпадают, поскольку в основе любого урока лежит изучение взаимодействия. Неважно, будь то изучение взаимодействия литературных героев, химических элементов, элементов какой-то другой системы. И существует также другой аспект взаимодействия. Любой урок построен на взаимодействии участников образовательного процесса. Социоигровая технология предполагает три основных принципа. Первое — движение. Второе — партнерские отношения ученик и учитель. И третье — работа в малых творческих группах. Такой подход позволяет самостоятельно искать истину и проверять ее самостоятельной практикой детям. В этом исключается основной принцип обучения, который созвучен новым образовательным стандартом, в основе которых лежит системно-деятельностный подход. Говоря о конкретных приемах, я бы хотела сегодня обратиться к двум. Ролевой игре и этюду. Прежде всего, разведем их. Говоря об этюде, следует отметить его отличие от инсценировки и ряд преимуществ. Когда учитель предлагает инсценировать литературное произведение или его фрагмент, то детям заранее известен ход сюжета, ход действий. Во-вторых, известно, каким образом персонажи будут взаимодействовать между собой. И известен конечный результат. Таким образом, возможностей для проявления своего творческого потенциала здесь мало. Этюд, в отличие от инсценировки, дает такие возможности, поскольку он предполагает, что дети будут проявлять себя не только в качестве актеров, но также сценаристов и режиссеров. Например, на уроке в шестом классе при изучении правописания приставок «при» и «при» детям было дано задание создать этюд. Две группы создали два разных этюда. У одной группы это был парный этюд, и они показали, как сестры приставки делят обязанности. Другая группа показала групповой этюд, как мамы приставки ищут своих детей по всему лесу. В качестве детей наступали слова, в которых присутствовали данные приставки. Ролевая игра — это уже более сложный. Они предполагают более сложный принцип организации урока, поскольку существует заданная ситуация и предполагаемые роли. И дети должны выступать, не выходя за рамки этих ролей. Например, на уроке в том же шестом классе при изучении стилей речи мы провели ролевую игру в редакции. Когда группа учащихся представляла собой редакторов, а другая группа должна была создать тексты, которые редакторы принимали, либо не принимали, допускали в печати, либо не допускали, и должны были объяснить свой выбор. Явным преимуществом этих двух приемов является возможность интеграции смежных областей, и не только смежных образовательных областей. Так, я и мои коллеги пришли к идее организации образовательного процесса в формате интегрированной образовательной площадки, которая была представлена в этом году в рамках краевого дня открытых дверей. Явными преимуществами данной площадки являются уход от линейного расписания и, во-вторых, возможность детей попробовать себя в разном качестве на разных этапах. Так, они могут быть мастерами на основном этапе, организаторами на заключительном и промежуточном этапе координаторами. Помимо учебной деятельности, и этюд, и ролевая игра дают возможность для реализации творческих способностей, творческих возможностей за пределами школы. Так, например, в рамках волонтерского движения я с моими учениками 5-7 классов создаем сценарий. Дети принимают определенные роли, выступают в этих ролях и организуют мероприятия для воспитанников детских садов, начальной школы и жителей местного поселка Ветеран. То есть ориентируются на разные возрастные группы и учитывают их потребности. Если говорить о том, что данные приемы ориентированы прежде всего на 5-7 классы, то я скажу, что это не совсем так. И в старших классах тоже есть возможность применения и ролевой игры, и этюда. Приведу конкретный пример. Не так давно, в 9 классе, при изучении произведения Михаила Шолохова «Судьба человека», урок начался с того, что дети заспорили после моего вопроса об общем впечатлении от прочитанного произведения. Четыре человека говорили, что им произведение не понравилось, поскольку там слишком велика роль художественного вымысла. Остальные встали в оппозицию и сказали, что писатель ни на шаг не отступил от жизненной правды. Я попросила тогда своих учеников разделиться на три группы — читатели-критики и доверчивые читатели. В итоге в системе аргументов позвучало три у группы читателей-критиков, которые потребовали дополнительных знаний из областей физики, истории и географии. Приведу конкретный пример. Анализируя эпизод, когда герой везет снаряды на своей машине и рядом взрывается снаряд, дети начинают разбираться и говорят, что герой не мог остаться в живых. И начинают обсуждаться такие моменты, как калибр снарядов, сила ударной волны. То, в чем я, как учитель русского языка и литературы, не смогу дать квалифицированный, компетентный ответ. И я попросила учителя-физика рассудить данный спор, пригласила его на свой урок. И учитель, выслушав аргументы данной стороны читателей-критиков, подтвердил их правоту. Таким образом и в этом случае произошла интеграция. Но не только в учебной деятельности в старших классах можно применить этюд и ролевую игру. Ярким примером является наше участие в акции Всероссийской вахты памяти. В 2012 году летом я и несколько моих старшеклассников вошли в состав отряда Красноярец и приняли участие в поисковой деятельности на территории Бельского района Тверской области, недалеко от деревни Плоская. В течение всей поисковой деятельности дети принимали разные роли, поступали в разных ролях. Однажды я попросила создать репортаж из окопа. И помимо роли поисковика, дети взяли на себя роль журналиста. Таким образом, переживая события исторического прошлого как свои личные, они активизировались. И результатом стало то, что вместо роли дилетантов-помощников мы приняли самое активное участие в тех мероприятиях, где наше участие предполагалось лишь как участие зрителей. В частности, это участие в вечере памяти в городе Белом, где мы представляли весь отряд. Во-вторых, это митинг в деревне Плоская. Ну и в-третьих, непосредственно процесс захоронения и подготовка к нему воинов, чьи останки были обнаружены в данном районе. Говоря о результатах своей деятельности, я бы хотела отметить предметные результаты, поскольку социоигровая технология позволяет все-таки по-другому подойти к работе с текстом. Когда я приводила пример по изучению произведения Михаила Шолохова, было видно, что формирование своей позиции, критический подход к тексту, сопоставление собственного опыта и, исходя из него, ребенок принимает или не принимает позицию автора, все это позволяет более глубоко работать с текстом. Такой подход способствовал тому, что мои ученики побеждают в муниципальном этапе Олимпиад за последние два года. У меня 15 призеров и победителей. Ежегодно принимаю участие в краевом форуме «Молодежь и наука». Все, что позволило мне в течение двух последних лет войти в число победителей краевого конкурса на денежное поощрение за работу с удаленными детьми. Но более значимыми для меня являются другие результаты. Результаты, которые позволяют увидеть личностную позицию ребенка, его гражданскую позицию. В частности, это выпуск сборника «Мы помним, мы гордимся» осенью 2013 года. И участие в проекте «Народный герой», когда дети должны были предложить кандидатуру «Народного героя», собрать подписи и создать творческую работу о нем. Кандидат, предложенный моими учениками, был признан «Народным героем». Иссе вошло в сборник крыльевых работ и закончить свое выступление я хотела бы словами авторов социоигровой технологии. Театрализация и сама социоигровая технология позволяет поймать 133 зайца. Гонясь за всеми 133-мя, вы можете таки поймать с десяток. Так вот, каждый учитель выбирает для себя, все-таки поверить авторам технологии или поверить нашей русской пословице, которая говорит о двух зайцах. Да, каждый делает выбор для себя. Спасибо. Вопросы есть, да? У меня тоже есть. Есть вопросы. Наталья Алексеевна, скажите, пожалуйста, на уроках русского языка вы тоже доиспользуете эти приемы. За счет чего в технологии обеспечиваются предметные результаты по русскому языку? Мы работаем на предметном материале, в частности, вот я приводила пример, связанный с приставками «при» и «при». Когда дети отрабатывали этюд, они работали на предметном материале. Распределение обязанностей в одной группе означало правила проописания. У нас же приставки «при» и «при» пишутся в конкретных случаях. Так вот, распределение этих обязанностей значило распределение как раз вот этих случаев. Таким образом дети повторяли материал. Поэтому предметные знания все равно увеличиваются. Это на запоминание этих работ? Да, это были на запоминание. Еще вопрос. Скажите, вы используете приемы или всю технологию в целом? Приемы. Спасибо за вопрос. Я хотела бы об этом сказать. Что мешает использовать технологию в целом, если она дает такой хороший эффект? Я сажу об этом. Технология в целом предполагает совокупность определенных игр, в частности, чередование игр на разминку, чередование игр на создание каких-то творческих ситуаций, в частности, вот этюды, и создание, и игры на завершение. Но для меня более результативным вариантом является применение все-таки конкретных приемов, поскольку мотивацию я не обеспечиваю за счет игр-разминок. Для меня они не несут такой вот, не дают такой возможности на моем материале. Поэтому я использую только приемы. Я ответила на ваш вопрос. Мой вопрос может быть в продолжении или уточнении. А скажите, какой процент всего учебного процесса занимают у вас? Оливые игры, этюды. Вот примерно. Какой процент? В более младших классах, конечно, он повыше. Но фактически на каждом уроке есть момент, либо в начале, либо в середине, отдельные элементы урока, которые связаны, поскольку все-таки ведущий вид деятельности в младших классах, у нас пятые, если мы, я не веду, это игра. И здесь попадание в возраст. В старших классах не всегда это получается. И там я работаю, применяю другие технологии и приемы других технологий. Про процент вы не думали. Поэтому про процент... Ну, в старших классах, честно говоря, он более низкий. Ну, процентов 10-20, не больше. Ну, 10, ну так, не думали все-таки, да? Побольше, поменьше. Тогда у меня следующий вопрос еще. Скажите, пожалуйста, вот по вашему мнению, какие умения или универсальные действия, я не знаю, слово это, складываются у ребятишек в процессе постановки этюда, в процессе игры? Какие умения? Ну, в частности, здесь мы работаем на достижение всех трех видов результатов. Предметные, метапредметные и личностные. Поскольку, допустим, а если говорить о конкретных универсальных учебных действиях, то явно здесь преимущество отдается коммуникативным, поскольку умение работать в группе. Какие? Умение работать в группе. Умение работать в группе, умение находить общие решения, вырабатывать общие решения. Во-вторых, умение видеть конкретный творческий продукт и замысел этого продукта, и ставить цели, ставить конкретные шаги для достижения данной цели. А через какие способы вы когнитивные умения у ребятишек развиваете? Ну, вообще, голову на место ставите, мышление? Через какие приемы? Вы нам от них не назвали? Я затрудняюсь ответить. Еще вопрос у меня еще. Вот меня очень интересует. Педагогика корня — это что такое? Я вернусь к этому слайду, можно? Меня она испугала прямо словосочетание. Не страшно? Нет, это не страшно. Его автором, автором этой концепции является Сергей Вячеславович Клубков, и педагогика корня, она на самом деле идет из теории Станиславского, который различал теорию действий и теорию корня. Теория действий предполагает, что через действие мы видим корни ситуации, то есть в действии видны мотивы, как ребенок и почему поступает. И в педагогической деятельности на уроке мы можем сделать то же самое. Мне кажется, в данном случае тогда непроизвольное должно быть действие, чтобы корень и причину увидеть. И последнее. Да, нет, потому что не могу. Вы считаете вахту памяти большое дело, которое вы делаете со своими ребятишками, социоигровой технологией? Я хотела здесь показать, что конкретные приемы можно применить не только в школе и со старшими детьми, но и за ее пределами, в частности, и даже в рамках вахта памяти, что позволяет... Да или нет, Наталья Алексеевна, вы считаете, что это один из способов социоигровой технологии? Не один? Да. Не отключаю. Есть? Еще раз. Приемы использовала социоигровая технология, но вахта памяти — это акция, в которой мы приняли участие. Хорошо. Алексей, у меня такой вопрос. Но социоигровая технология и ведущая деятельность игровая — это разные вещи. Я думаю, что вы поняли. Да. Потому что игровая деятельность является ведущей для другого возраста. А для подросткового возраста, ну, по-прайней мере, интимное личностное общение. И поэтому слово социоигровая, наверное, не случайно стоит. Может быть, здесь нужно было, ну, как бы с другого захода просто пойти. И вот с примером со снарядами, где вы говорили, там, критическое отношение, да, все-таки это зацепка для урока физики. То есть мне хочется спросить вас, а вам это зачем? Ну, то есть, да, хорошо, это можно обнаружить и сказать, слушайте, это классно, вы попробуйте на физике обсудить реальность. Но для литературного произведения. То есть, а иначе потом же вот за этими вещами, ну, если мальчики начнут искать все такие вещи, то смысл самого литературного произведения уйдет вообще. То есть это, ну, я как бы вас спрашиваю, да, насколько вы осознаны. Спасибо. Дело в том, что данный пример наглядно показал, во-первых, связь предметов, а во-вторых, я хотела, чтобы они на примере другого использовали знания из других предметных областей при анализе литературного произведения. Вот здесь я иногда сама им даю задание прочитать произведение с точки зрения читателя-фитика и доверчивого читателя. И тогда... Вот в этом примере-то, как бы, анализ того или понимания, например, с точки зрения физики, что, да, это, например, нереально. Для вас, для чтения этого произведения, что дает так? Для меня это... Мы вышли на разговор о роли художественного вымысла, а его... Вот сюда мы ушли потом, конечно. Художественного вымысла. Зачем это нужно автору, да? Да. Спасибо. Спасибо.